Добрый день, Виктор! Добрый день! Сегодня тема нашей беседы посвящена менеджменту подстилочного материала, причинам намокания подстилки и, самым интересным, как бороться с этой бедой. Итак, Виктор, какие основные причины, которые вызывают намокание подстилки при напольном содержании бройлеров? Максим, все причины можно разделить на две группы. Первая группа – это те причины, которые увеличивают поступление влаги в подстилочный материал. И вторая группа – это те причины, которые снижают скорость испарения влаги из подстилочного материала. Мы прекрасно понимаем, знаем, что 75% воды, которую птица у нас потребляет, выводится в подстилку. И мы должны ее эффективно испарить и удалить из корпуса. Если говорить более подробно, то к первой группе, то есть той группе, которая вызывает повышенное поступление влаги, в подстилочный материал относится, как пример, неправильная настройка системы паения и диарея птицы. Когда у птицы диарея, влаги становится гораздо больше. Можешь сказать пару слов о видах подстилочного материала, о их преимуществах, недостатках? Да, с удовольствием. Самым лучшим подстилочным материалом я считаю древесную стружку. Довольно-таки неплохим является шелуха подсолнечника. Самым, наверное, плохим это солома, особенно если она не нарезана. Да, то есть я правильно понимаю, что если других выходов нет, и мы не можем использовать какой-либо другой подстилочный материал, а нам доступна только солома, ее нужно порезать. Да? Все верно. Расскажи, пожалуйста, о последствиях намокания подстилочного материала. Чем это грозит для птицы и для показателей? Первое – это снижение комфорта содержания для птицы. А если птице некомфортно, то ожидать от нее высоких производственных результатов, ну, как минимум, наивно. Второе – это прямое воздействие на те части птицы, которые соприкасаются с влажным подстилочным материалом. Хоть и сырость не является первым очередным фактором появления некрозов, но она очень сильно этому способствует из-за размягчения тканей. А это у нас некрозы подушечек лап, если долейте, это суставов и даже грудки. Все это в значительной степени влияет на рентабельность предприятия, так как производитель уже не продаст эту продукцию за высокую цену. А как мы знаем, что касается ног, то на рынке Китая они сейчас стоят дороже, чем мясо в России. Если говорить о грудке, ну да, производитель может отправить тушку на разделку, снять кожу и, в принципе, на филе не будет никаких изменений, получить из него филе и каким-то образом снизить убытки от этого фактора. То есть сейчас ты говоришь о прямом воздействии, а помимо того, что есть прямое воздействие, как мы знаем, еще при намокании подстилки образуется аммиак, который также снижает показатели. Однозначно. Аммиак образуется за счет разложения мочевой кислоты микробами, которые находятся у нас в подстилке. И сама сырость, она способствует развитию инфекционных заболеваний и ухудшает производственные показатели. Сейчас за окном осень и, как мы знаем, при перепадах температуры и влажности, причину подстилки намокать становится больше. Гораздо. Летом эта проблема менее ярко выражена, потому что вентиляция у нас крутит практически на максимум и влага у нас удаляется достаточно легко. Давай теперь поговорим, наверное, о самом важном, о том, как бороться с этой бедой. Как бороться? Методы борьбы также можно разделить на методы с борьбой с причиной намокания посылочного материала. Методы уже борьбы со следствием. Они различны по степени затрат и направлены как раз на снижение поступления влаги в посылочный материал и увеличение эффективности ее испарения из подстилочного материала. И давай сначала поговорим про систему паения. Максим, как ты считаешь, как это может влиять и как правильно это делать? Я считаю, что линии паения оказывают большое влияние на состояние подстилки, поэтому следует следить за высотой паилок. На посадку, как мы все знаем, желательно, чтобы ниппель был на уровне глаз птицы, а затем по мере роста мы должны поднимать, чтобы птица тянулась. А если птица не тянется? То, скорее всего, будут разливы воды, и под линией паения образуются бугру, и она тем самым показывает на то, что она намокла. Хорошо. Максим, а как давление в системе линии паения влияет на этот фактор? Ну, по мере роста птицы мы должны увеличивать давление. Если у нас будет слишком высокое давление, птица просто будет некомфортно пить, она просто будет не в состоянии продавить ниппель. Поэтому мы должны следить именно за тем, какое количество воды у нас оказывается в чашечках, тем самым мы можем оценить, в том числе, правильно ли мы подобрали давление. Скажи, пожалуйста, какую толщину подстилочного материала следует использовать, и в каких случаях она будет минимальной, в каких случаях нам нужно будет использовать более толстый слой? Здесь уже все зависит, конечно, от того, насколько эффективно мы можем прогревать наши полы перед посадкой, ну и в дальнейшем, насколько они у нас имеют термоизоляцию. Если мы имеем достаточно холодный пол, ниже 28 градусов, то лучше использовать более толстый подстилочный материал, создавая тем самым теплоизоляционный материал для того, чтобы этот холод не влиял на птицу и на намокание верхнего слоя подстилочного материала. Скажи, пожалуйста, подробнее, предположим, у меня есть возможность нагреть пол до 28 градусов, какой слой мне в этом случае использовать? Когда все хорошо и пол достаточно прогрет, достаточно 3-5 сантиметров подстилочного материала, и это создаст комфортные условия для птицы, и в дальнейшем, даже если вы будете иметь проблемы с отсыреванием подстилочного материала путем подсыпания дополнительной опилки, это будет достаточно эффективно снизить это отсыревание, так как не будет очень большого слоя этого отсыревания. Я бы здесь еще хотел добавить, что процесс намокания подстилки, он происходит не так быстро, да? То есть, если мы видим, что подстилка намокла, значит, нам нужно искать причины за неделю до этого, до этой ситуации. Конечно. И второй причиной высокого поступления влаги в подстилочный материал является диарея птицы. А там уже методы борьбы довольно-таки кардинальные, потому что причиной может быть ветеринарная составляющая, такие проблемы, как кокцидиоз, кластридиоз, общий дисбактериоз. Это могут быть кормовые факторы, такие как дисбаланс питательных веществ, то есть высокое содержание клетчатки, высокое содержание макроэлементов, к примеру, натрий. Это может быть вода. Тоже высокий процент содержания минералов веществ воды влияет на диарею птиц. Скажи, пожалуйста, что все-таки следует сделать, если мы уже заметили, что наша подстилка стала мокрой, что мы можем сделать в этом случае? Мы можем увеличить эффективность испарения этой влаги. За счет чего? Только за счет вентиляции и температуры. Расскажи, пожалуйста, подробнее, как это следует делать для того, чтобы птица не пострадала, и мы могли эффективно побороться с подстилкой, подсушить ее, так сказать. Максим, очень часто на макане подстилочного материала мы видим именно в тех зонах, где наиболее прохладно в корпусе. Наиболее часто это мы встречаем в торцах, то есть в задней части корпуса и с передней. С чем связаны? Там более прохладная температура, из-за этого в этих зонах скорость испарения влаги снижается, а поступление влаги, оно такое же, как и в остальной части корпуса, из-за этого там возникает намокание. Что мы в этом случае можем сделать? Логично повысить температуру в этой зоне. Как мы можем повысить? Но наиболее затратный процесс это улучшить термоизоляцию этих областей, герметичность этих областей. Далее, это установка дополнительных генераторов горячего воздуха в этих зонах, которые будут отсекать поступление холода с улицы, особенно важно в зимний период. Это использование разгонных вентиляторов внутри корпуса, которые будут толкать теплый воздух сверху из центра корпуса, к краям. Либо мы можем снизить непосредственно поступление самой влаги в эти зоны. Каким образом? Мы можем отгородить эти зоны и снизить плотность посадки птицы непосредственно в этих зонах. Тем самым мы получаем меньше поголовья, меньше поступления воды, тем самым подсушивание этого посылочного материала будет идти более эффективно. К тому же, если эти холодные зоны имеют место быть, желательно при посадке суточных цыплят их отгораздовать, чтобы птицы совсем там не было. Хорошо. Предположим, что у нас нет возможности установить дополнительного генератора, разгонных вентиляторов, отгородить птицы, и мы все-таки видим, что беда пришла, подстилка намокла. Есть какие-то методы, которые позволяют локально быстро решить этот вопрос и хоть как-то попытаться ее подсушить? Да, Максим, это работа с температурой и с вентиляцией. Что касается температуры, увеличить скорость испарения влаги мы можем за счет увеличения температуры как воздуха, так и объекта, с которого испаряется влага. Но здесь есть нюанс. Мы не можем увеличивать температуру бесконечно, так как мы можем создать некомфортные условия для птицы. Но увеличение температуры хотя бы на 1-2 градуса однозначно помогает решить отчасти этот вопрос. Далее, вентиляция. Вентиляция в первую очередь, это общий объем вентиляции. За счет увеличения объема вентиляции, при условии того, что мы имеем на улице достаточно сухой воздух, по абсолютной влажности, мы можем эффективно работать с увеличением скорости высыхания подстилочного материала. Как это работает? К примеру, в корпусе у нас 25 градусов, 65% влажности. Абсолютная влажность в данных условиях составляет 15 грамм на кубический метр. На улице у нас, к примеру, 5 градусов и 80% относительная влажность. Абсолютная влажность при этом 5,5 грамма. То есть мы 5,5 грамма входящий воздух и сходящий 15. И вот на следующий день температура на улице у нас возрастает, допустим, до 15 градусов, даже при снижении относительной влажности, до 70%. И вот уже абсолютная влажность входящего воздуха получается 9 грамм. Следовательно, мы должны реагировать на эти процессы и неконсервативно подходить к вопросу настройки, там, минимальной вентиляции, максимальной вентиляции, что вот есть определенный параметр, который написан в книжке, и уходить из него ни в коем случае нельзя. А наоборот, учитывать эти факторы, как учитывать обычный прогноз погоды, и делать установки в контроллеры по управлению микроклиматом в корпусах с учетом этого прогноза. А ты можешь сказать пару слов именно о боковом притоке, потому что боковой приток тоже оказывает колоссальное влияние на подстилочный материал? Однозначно. Если мы имеем неправильно настроенный боковой приток, к примеру, достаточно низкое разрежение, в этом случае входящий воздух, вместо того, чтобы направиться вверх, обогреться и только после этого, плавно опустившись на птицу, уже сухим, забрать влагу и после этого выйти из корпуса, он холодный, направляется сразу вниз, и мы видим напротив боковых притоков намокание подстилочного материала. Это раз. Второе. Часто на крыше мы имеем определенные перекрытия, которые являются ребрами жесткости крыши. И когда мы настраиваем приточные клапана, настраиваем как разрежение, так и козырьки, то есть направляющие панели, которые находятся внутри корпуса, которые помогают нам правильно направить этот воздух, нужно обходить эти перекрытия, так как если сразу из окна воздух попадет в это перекрытие, он моментально опустится вниз и вызовет тот же эффект намокания подстилочного материала. Максим, а как мы можем проконтролировать, как воздух заходит у нас в корпус и насколько это правильно? Ну, наверное, самое простое – это провести дымовой тест, используя дымовые шашки. Это позволит нам оценить направление потока входящего воздуха и убедиться в том, что воздух движется правильный, правильно достигает центра птичника, смешивается с теплым воздухом. Также можно использовать, наверное, более дешевые методы. Я видел, во многих птичниках используют ленту от старых кассет, ее просто крепят крыши внутри корпуса, и по движению этой ленты можно понять, как движется наш поток. На других фабриках я видел, как используют дымогенератор, предназначенный для проведения дискотек, в который заливается жидкость, которая превращается в дым, и даже с помощью определенного пульта производится выхлоп дыма, достаточно густой и очень хорошо видно, как идет воздух. Если подытожить, то бороться с последствиями намокания подстилки намного сложнее, чем бороться с причинами, поэтому посыл коллегам-птицеводам следить за состоянием подстилочного материала. Как только вы видите, что подстилочный материал начал прилипать к вашей обуви, это первый сигнал к тому, что нужно предпринимать какие-то меры. Да, и как я сказал, не забывайте про прогноз погоды. Спасибо, коллеги. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok